Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict. Сегодня у нас будет первая часть обзора, посвященную устройству, которая позволяет подключить к ноутбуку внешнюю полноразмерную видеокарту, вроде той, что вы сейчас видите у меня на столе. Почему этот обзор будет состоять из двух частей, так это потому, что эта часть была сделана в очень сжатые сроки и ноутбук, который в ней фигурировал, был взят мной на время. И поэтому следующая часть выпуска уже будет содержать в себе более основательные тесты и соответственно более основательные выводы, но подробнее об этой ситуации вы сможете прочесть в описании к видео. Название устройства, о котором сегодня пойдет речь, вам вряд ли о чем-то скажет, поэтому я даже пытаться не буду его произнести, тем более что вы сами сможете посмотреть его по ссылке в описании. Устройство мне прислал магазин Gearbest уже по традиции и стоит оно порядка 4000 рублей. И да, как видите, сегодня на меловой доске Катя нарисовала красивый рисунок к выпуску и в левой его части изображена достаточно старая видеокарта. Так вот, сможете ли вы отгадать какая это именно модель? Пишите об этом в комментариях. Итак, переходим к выпуску. Первое, что сразу бросается в глаза из комплекта, это здоровенный блок питания от Dell, который будет обеспечивать питанием плату и видеокарту. И вот собственно сама плата, которой будет крепиться видеокарта. Также в комплект входит инструкция и провод для дополнительного питания видеокарты. Что касается самой платы, то тут достаточно много портов. Это и HDMI порт, через который будет осуществлено соединение с ноутбуком. Это USB порт и порт для питания, которыми я не воспользовался. Далее идет порт для подключения нашего здоровенного блока питания от Dell и соответственно наверху расположен PCI разъем, куда будет подключена видеокарта. Справа же расположен вывод питания для подключения как раз таки дополнительного питания видеокарты. На деле все выглядит очень просто, но не тут-то было. Во-первых, если вы думаете, что в порт HDMI мы вставляем порт HDMI на HDMI, то вы ошибаетесь. Да, на одном конце безусловно будет HDMI коннектор, однако на другом конце, который мы будем подсоединять к ноутбуку, что бы вы думали? Это мини PCI коннектор, что означает, что нам придется лезть под крышку ноутбука. И перед тем, как начнем, пару слов о том, с чем мы будем работать. Подключать мы будем видеокарту GTX 750 с 2 гигабайтами видеопамяти на борту. Ноутбук у нас имеет процессор Intel Core i3-3120 с частотой 2,5 ГГц, 4 гигабайта оперативной памяти, встроенную графику Intel HD Graphics и мобильную видеокарту GeForce GT645M. По логике вещей, в случае раскрытия своего потенциала, видеокарта GTX 750 должна проявить себя на порядок лучше, чем мобильная видеокарта. И чтобы выяснить это, давайте перейдем к подключению. Для начала снимаем крышку и ищем порт мини PCI. У многих ноутбуков этот порт занят Wi-Fi модулем, который мы и отключаем от ноутбука. Вместо него временно будем использовать внешний USB Wi-Fi модуль. Снимаем Wi-Fi модуль и подключаем коннектор, который идет от нашей платы, в разъем мини PCI. Далее прикрываем все это крышкой, подключаем питание к плате, также подключаем GTX 750 и включаем питание ноутбука. Отлично, вентилятор закрутился и ноутбук включился без проблем. Более того, после установки драйверов от Nvidia видеокарта успешно определилась. Однако тут начинают происходить странные вещи. Дело в том, что после подключения этой видеокарты к ноутбуку панель управления Nvidia начинала открываться через раз. Когда же я пытался протестировать какую-либо игру, то буквально через минуту-две минуты геймплея ноутбук выдавал синий экран. То же самое происходило и при попытке посмотреть информацию через GPU-Z. С чем это было связано, я разобраться уже к сожалению не успевал и поэтому мне пришлось искать альтернативное решение. Оно было найдено путем подключения отдельного монитора к самой видеокарте. Тогда синий экран стал выдаваться гораздо реже, однако после каждого прогона игры все же это происходило и мне приходилось запускать прогон заново. Что из этого получилось сейчас мы увидим в тестах. В них участвовали всего три игры, которые были в наличии на этом компьютере. Это Counter-Strike, Paladins и Rocket League. Настройки везде были выставлены одинаково и выставлены они были так, чтобы процессор не являлся узким местом. Итак, начнем. Что касается Counter-Strike Global Offensive, то значения были примерно равны с небольшим преимуществом GTX 750. При этом, что мобильная карточка, что внешняя трудились примерно на 80% в среднем и выдавали около 40 fps для мобильной и 55 fps для внешней видеокарты. Что касается Rocket League, то тут произошли более приятные изменения. Там где мобильная карточка выдавала порядка 55 кадров в секунду, там GTX 750 работал на полную практически на 90-95%, выдавая порой более 100 кадров в секунду. Это было безусловно хорошим знаком и далее я перешел к паладинц. И тут я совершенно не понял, что произошло. Мобильная карта работала в среднем на 80% и выдавала около 50 кадров, в то время как GTX 750 работал лишь в полсилы и выдавал при этом значения заметно хуже. Да, порой количество кадров подскакивало до 60 fps, однако практически все время наблюдались ужасные просадки до 20-25 кадров в секунду. Разумеется, основываясь только на этих тестах, делать полноценные выводы было бы глупо. Однако уже на данном этапе есть вещи, о которых можно говорить с уверенностью. Например, то, что способ действительно рабочий и и так вы можете подключить внешнюю видеокарту к вашему ноутбуку. Однако это потребует от вас как гуру терпения, так и умение настраивать драйвера, настраивать само устройство, решать проблемы совместимости и, соответственно, не у каждого получится это сделать. Во-вторых, данный способ актуален далеко не для каждого ноутбука. К примеру, если вы являетесь обладателем мощного игрового решения с хорошей видеокартой на борту, то, соответственно, даже если вы попытаетесь подключить через это устройство, например, топовый GTX 1080, то вы попросту упрётесь в проблему пропускной способности мини-PCI порта, что не позволит вам раскрыть ваш GTX полностью и мобильная видеокарта проявит себя гораздо лучше. Именно поэтому я хочу сделать вторую часть по этому устройству, где я бы рассмотрел его более подробно и протестировал на различных ноутбучных конфигурациях. Эту же часть предварительных тестов можно считать завершёнными, да, они не были столь однозначными, однако я надеюсь, что общее представление о том, с чем вы столкнетесь, приобретая данное устройство, вы получили. На этом всё, спасибо за внимание, надеюсь этот выпуск окажется для вас интересным, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оценивайте колокольчик, наоборот, не важно. Короче, нажимайте на колокольчик, оценивайте видео, как считаете нужным, пишите в комментариях, что вы думаете о подобном устройстве и увидимся с вами в новых выпусках. С вами был канал IT Verdict, пока! Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдёте только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова